Особое мнение на 101FM Тем более, что самая важная новость случилась накануне вечером. Была определена мера пресечения бывшему главе администрации города Кирова Илье Шульгину. Мера пресечения запрет определенных действий, если я верно понимаю. И вот честно, все мы вчера пытались понять, какие же действия запрещены, что может делать Илья Шульгин, что не может делать Илья Шульгин. У ПК, как я понимаю, там длинный список предъявляет того, что могут запретить. А как это происходит на практике? Следователь сидит и вычеркивает вот эти пунктики или галочки ставит возле каждой? Это как в гостинице, что включено, что не включено. Да нет, конечно. Перечень запретительных мер, изложенных в УПК, не является исчерпывающим. Он определяется следователем. И в данном случае все они подробно излагаются в постановлении, в ходатайстве первоначально следователя, который подается в суд об избрании меры пресечения. И в последующем уже в судебном акте, которым подобного рода меры и принимаются. Обычно такими мерами является запрет на общение или контакты с свидетелями по делу, запрет на какие-то действия. Цель применения подобных мер является исключить возможное влияние подозреваемого, обвиняемого на следствие. То есть сделать невозможным затруднить следствие, ввести его в какое-то заблуждение, спрятать, фальсифицировать какие-то документы. Обычно также предписывается являться по вызовам следствия для участия в следственных действиях каких-то. Вроде бы, с одной стороны, подобного рода ограничительные меры не сильно стесняют гражданина, однако... То есть это не домашний арест? Нет такого, что человек обязан сидеть дома, обязан в какое-то определенное время там находиться? Нет, возможно. Возможно, следствие может предписать обвиняемому находиться дома, например, начиная с 22 часов до 6 утра или до 7 утра, не покидать пределы региона, места своего проживания. Такое тоже возможно. И подобного рода мера хоть и является, наверное, самой мягкой по сравнению, например, с домашним арестом, тем более с заключением под стражу, но тем не менее это все-таки ограничение свободы. И в последующем, если, конечно, дело придет к какому-то приговору суда, обвинительному приговору суда, и будет назначено наказание, как-то связанное с лишением свободы, вот тот срок, который человек находится под этими мерами, он будет, безусловно, засчитываться в общий срок наказания, исходя из достаточно простого расчета. Два дня ограничения свободы за один день лишения свободы. А, то есть это все-таки так работает. Это так и работает. Несмотря на то, что человек не под домашним арестом и не в СИЗО, все равно работает в зачет возможного наказания. Да, да. Причем самое смешное, что подобного рода правила о зачете ограничения свободы в срок наказания напрямую 72-ю статьей Уголовно-процессуального кодекса не предусмотрена, но судебная практика трактует подобного рода меры именно таким образом. И я думаю, что в ближайшее время будет, об этом говорят достаточно часто мои коллеги, специальное разъяснение Верховного суда, которое все вопросы теории снимет. И юристы практики будут руководствоваться уже конкретным каким-то нормативным документом, а не сложившейся судебной практикой, как это выглядит сейчас. Как это принято, что называется. Как это принято. Пока вот я не видела расшифровки, честно говоря, тех ограничений, которые предписаны, предписаны, да, и вряд ли они появятся. Хотя вообще на самом деле интересно и странно, почему следствие и следственный комитет не озвучивает такие вещи. Потому что, ну, интересно же, уедет Илья Шульгин в Казань или вынужден будет оставаться в Кирове на время следственных действий. Ну, любопытно просто. Ну, 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 вот разве что. Любопытно. Ладно, Ян Евгеньевич, все-таки вы сказали, что это самая мягкая мера из тех, которые... Ну, мягче только, наверное, подписка о надлежащем поведении, о невыезде и так далее. Ну, это примерно одинаково. То есть подписка о невыезде мягче, чем ограничения? Ну, там вообще никаких ограничений нет. Там просто человек дает подписку, что он будет проживать там, где он проживает. Но при этом с разрешения следователя может выехать. Может выезжать куда-то, да, и обязуется являться по вызову следствия для участия в следственных действиях. Мы с вами, когда случилась вот эта новость по Шульгину и по его задержанию, говорили, по-моему, в эфире, да, подключали вас. И вы тогда сказали, что та мера пресечения, которая будет избрана, ну, в некотором смысле будет показывать, насколько великие претензии следствия, раз, и есть ли какие-то... ну, нашли здесь следствие, и Илья Шульгин общий язык, что называется, между собой, да? Что если мера не будет связана с реальным ограничением свободы, лишением свободы, да, то можно судить, что ситуация относительно благоприятно развивается. Ну, исходя из той информации, которая дозирована, доводится до общественности следствием, можно сделать вывод, что претензии все-таки со стороны следствия к бывшему главе города достаточно существенны, исчисляются значительными суммами. Понятно, какого рода эти претензии. Допускаю, что, возможно, будут появляться какие-то новые эпизоды. Для себя я делаю вывод только о том, что с учетом избранной меры претензии, наверное, можно полагать, что господин Шульгин решил активно со следствием сотрудничать, что можно только приветствовать. То есть это именно... именно это послужило основанием избрания такой мягкой меры? Ну, я считаю, что да. Я считаю, что да. Во всяком случае, мой опыт следственной работы подсказывает, что другого варианта, наверное, и нет. А варианта, что пригрешение не настолько серьезно, он тоже не может существовать, этот вариант? Ну, то есть вот были версии, когда это случилось, что... Ну, вообще вся эта вот история с закупками чего бы то ни было, да, и с контрактами какими-то, которые необходимо исполнить в определенные сроки, она чиновников ставит в очень жесткие рамки. То есть вот ты заключил контракт с поставщиком, поставщик тебе привозит что-то по контракту, что-то там чуть-чуть где-то не соответствует по тех характеристикам, но сроки поджимают, новые какие-то камеры там, условно говоря, привезти уже не успевают, надо контракт исполнять, ну и подписывается в такой просто вот безвыходной ситуации, подписываются все документы, если камеры действительно работают, то почему нет? Естественно, это противозаконно, да, но тут уже выбор простой там, да, либо ты подпишешь, либо деньги заберут, и камеры не будет, и непонятно, дождется ли город их вообще. Не совсем все так, Аня. Во-первых, когда заключается любой государственный контракт, поставщик депонирует определенную сумму, которая как раз и призвана покрывать возможные претензии со стороны государственного заказчика, нарушение сроков и прочее. В данном случае речь идет о чем? Мы с вами, не будучи специалистами в области телекоммуникации, этих же камер, которые предназначались к поставке, не можем сказать, насколько нарушение, допущенное при поставке, являлось существенным. Вот. И я так думаю, что и чиновники города, которые организовывали подобного рода контракт, заключали его, привлекали определенных специалистов при выработке технических условий, и чем-то эти параметры, которые в госконтракте прописывались, были обусловлены. И если вместо, например, камер определенного разрешения приходят совершенно другие камеры, я для себя лично делаю вывод о том, что это ненадлежащее исполнение контракта, что поставлено совершенно не то, что было нужно. Вносить изменения в заключенный государственный контракт возможно, для этого есть специальная процедура, безусловно, она занимает какое-то время, и далеко не факт, что компетентные специалисты, которые вырабатывали технические условия, согласились бы, что те камеры, которые может поставить поставщик, вообще можно использовать. А так как это все-таки бюджетные деньги, бюджетные средства, признаки-то 285-й тут, на мой взгляд, налицо. Вообще, на самом деле, жаль, конечно, опять же, что Следственный комитет не озвучивает подробный список претензий, в чем же все-таки эти камеры хуже тех, которые прописаны контрактом. То есть, насколько серьезные нарушения, просто чтобы было понятно, все-таки это злоумышленники, да? И из корыстных каких-то соображений принято было решение, или просто по неосторожности какой-то? Ну, Аня, ну тут корысть, по-моему, вообще налицо. Я не помню ни одного случая, когда по государственному контракту, да вообще по любому контракту между коммерческими предприятиями, либо муниципальными организациями, поставлялось оборудование более качественное, более дорогое, нежели то, которое предусмотрено договором. Обычно всегда выбирают что-то подешевле, именно для того, чтобы увеличить собственную прибыль. Ну и, соответственно, здесь всегда ставится вопрос о грубом нарушении условий заключенного контракта, о убытках, которые причинены или, возможно, могли быть причинены муниципальному образованию. А что касается тайны следствия, слушайте, ну на самом деле, следствие само решает, в каком объеме информацию предоставлять общественности. И зачастую, зачастую, не всегда, но зачастую, это действительно оправдано. Мы же не знаем, сколько возможных эпизодов вытекает из той фабулы обвинения, которая в настоящий момент имеется у следствия. Не исключаю, что количество этих эпизодов будет расти. Пример, далеко ходить не надо, применительно к господину Быкову тоже. Сначала претензия была одна, потом две, потом три, потом начало расти, как снежный ком. Запросто может быть и повторение этого процесса в деле господина Шульгина. Не исключаете? Не исключаю нисколько. Некоторые депутаты городской думы тоже не исключают. Но вот история с закупками и с тем, что чиновники присаживаются очень часто по подобным делам, она тоже некоторым образом такая показательная. В том смысле, что вот сейчас у Кировской области, как я понимаю, и как пишут некоторые коллеги, репутация региона куда не стоит ехать на работу. Умным, активным людям, которые, может быть, что-то изменить бы хотели. Потому что если вдруг, не дай бог, допустишь какую-то ошибку, то присядешь. Ну, а разве другие правила действуют в Москве, Подмосковье, Сыктывкаре и прочее? Может быть, как раз это показатель того, что достаточно активно работают правоохранительные органы в Кировской области. И на мой взгляд, это можно только приветствовать и аплодировать. Потому что, простите, первая заповедь в Писании какая? Не подставляйся, не искушай ближнего своего, не нарушай закон, и, соответственно, никаких претензий к тебе не будет. Ну, а вот та ситуация, что в целом достаточно большое количество мы сейчас видим чиновников, которые появились в Кировской области с приходом Игоря Васильева. И вот сейчас у них такие взаимоотношения со следствием довольно сложные у многих. То есть мы помним и Плитко, и Палюх, вот теперь Шульгин. Это высокого уровня достаточно чиновники. Это о чем говорить? Это, господи, может быть, о каких-то кадровых ошибках, которые допустил ныне действующий губернатор. Вполне допускаю. Может быть, это говорит о том, что система, в которую попадают вновь назначенные чиновники, способствует тому, что они в кратчайшие сроки сами начинают нарушать закон. Тоже возможно. А что касается личности ныне действующего губернатора и какой-то связи его с происходящими посадками, возбужденными уголовными делами, я бы впрямую не проводил такие параллели. Если мы вспомним проблемы, которые имел Никита Юрьевич Белых в свое время, это и уголовные дела в отношении Вотинцева и прочее-прочее, и по Навальному проблемы, связанные с Уржунским спиртзаводом. А можно много чего вспоминать. И до Белых, и до Васильева, и я думаю, что, к сожалению, и после Васильева. Подобного рода проблемы никуда не денутся. Может быть, их будет меньше, дай-то Бог. Но, на мой взгляд, нужно реформировать саму систему, делать ее более прозрачной. Почему история-то ничему не учит? То есть чиновники приезжают в регион, новые чиновники, где недавно задержали предыдущего губернатора, где там список претензий к его советникам достаточно длинный. Приезжают и начинают делать, ну, если верить следствию, то же самое. Ну, с течением времени общественность поймет существо претензий, которые предъявляются в настоящий момент господину Шульгину. Можно будет сделать выводы, что же конкретно он сделал не так. И в чем следствие видит какую-то его личную заинтересованность, в чем она проявилась. В каком-то материальном вознаграждении. Если это будет установлено, я думаю, что статья, по которой обвиняют настоящего господина Шульгина, будет переквалифицирована. Если это какие-то ложнопонимаемые интересы службы и прочее, какая-то халатность, ну, может быть, будет что-то тоже переквалифицировано, но уже в сторону смягчения. Все бывает, все бывает. Я не знаю, на самом деле, у меня нет готового рецепта, как одномоментно исправить нашу систему государственного управления. Я думаю, что ни у кого ее нет. Это достаточно долгий путь. И очень часто он сопряжен как раз с возможными ошибками и кадровыми, и системными. И, честно, я пока не вижу, каким образом правительство Кировской области пытается перестроить систему управления, сделав ее более прозрачной и менее, не хочу употреблять слово, коррумпированной, менее подверженной влиянию различного рода личных интересов в принятии каких-либо решений. Ну, по делу Ильи Шульгина, ждем тогда новых новостей. Я не знаю, будет следствие открыто озвучивать то, о чем мы говорим. Будет, будет, уверен, что будет. Другой вопрос, что не сейчас. Не сейчас. Ну, подождем. Ладно. Еще одна тема важная, которую я хотел с вами обсудить. Сегодня в нашем городе должна была состояться согласованная акция памяти жертв политических репрессий. Ее проводить запретили, пишет организатор Вадим Ананин впервые за 29 лет. Акция памяти называется «Молитва памяти». Она проходит во многих российских городах накануне 30 октября, как раз, когда вспоминают жертв политических репрессий. В Москве вот эти вот фотографии от Соловецкого камня. Люди со списками репрессированных выходят и эти списки читают. В Кирове хотели эту акцию провести возле памятника Шаляпину. Проводить ее официально администрация города не разрешила, потому что в драматическом театре в этот момент идет спектакль, и участники акции могут помешать приобщаться к прекрасному, насколько я понимаю. И организаторы, насколько я понимаю, собираются провести ее без согласования, что, конечно, незаконно теперь. Чревато. Да. Ну, это и раньше было незаконно. Подобного рода акции с использованием звукоусиливающей аппаратуры всегда требовали соблюдения определенного порядка их проведения. Я бы очень не хотел, чтобы Россия сегодняшнего дня превратилась в Беларусь сегодняшнего дня. На месте администрации, ну, безусловно, я бы, возможно, постарался другое решение принять, ну, либо как минимум... Разрешить? Ну, почему нет? Либо ограниченно разрешить. Видите, проблема в чем? Вот сейчас все-таки у нас вторая волна коронавируса. Проводить какие-то публичные мероприятия в тот момент, когда цивилизованные страны возвращаются к локауту. Франция несколько дней назад... Германия. Германия, да. Значит, всех, опять же, граждан своих прячет по домам и прочее. Ну, на мой взгляд, не совсем разумно. Я понимаю прекрасно о том, что, да, действительно, наше историческое прошлое не отпускает нас применительно к памяти жертв политических репрессий и прочие вещи, но здоровье наших граждан, ныне с нами живущих вместе, ну, это тоже крайне важно. Можно было приискать какой-то иной формат, помимо совместного присутствия на митинге, декламирования списков жертв политических репрессий, которые, опять же, простите, не меняются год от года. Но я так поняла, что в обосновании, которое администрация и организатору акции представила, коронавирус-то не упоминался. Ну, я вас понял, Аня, да, безусловно, я услышал, что... Хотя им проще всего было прикрыться. Ну, это было бы, на мой взгляд, понятнее и логичнее. Ну, с другой стороны, и проведение культурного мероприятия, такого как спектакль в драматическом театре, ну, тоже вещь достаточно важная. Любой митинг подразумевает использование какой-то звукоусиливающей аппаратуры. И слушать спектакль, при том, что, возможно, действительно, снаружи доносятся какие-то посторонние звуки, ну, это не совсем правильно. Нет, подождите, вы серьезно, вы считаете, что от памятника Шаляпину люди, читающие списки, будут слышны специально зрительным драматического театра? Я не знаю, Аня, все ведь зависит от того, насколько мощные усилители и микрофоны будут там поставлены. Я вот сейчас вспоминаю, что, кажется, драматический театр после карантина, по-моему, в ноябре все-таки открывается. То есть, может быть, даже и спектакль-то сегодня нет. Может быть, но тогда, опять же, это вопрос об основанности принятого решения. Просто если администрация города ссылается на несуществующий спектакль, ну, безусловно, это, конечно, у меня просто не будет слов, приличных как минимум, которые можно произнести в эфире. Я сейчас, пока мы с вами ходим на рекламу, попозже немножечко посмотрю, все-таки есть спектакль в драматическом театре или нет его. Попробуем это все-таки выяснить, да. Но у меня все-таки остаются вопросы к администрации города, потому что это не первая акция, которую в нашем регионе запрещают. Причем запрещают, я помню, что мы с вами несколько лет назад по призыву того же Вадима Ананида подписывались в качестве соорганизаторов акции памяти Анны Политковской. И в тот момент, когда мы это сделали, проведение акции, сначала запрещенной, разрешили мгновенно практически. Уж не знаю, что там повлияло, там, наши фамилии, наши фамилии или, может быть, что-то еще, но, тем не менее. Да я думаю, что фамилия Политковская сыграла определенную роль. Ну, изначально-то не сыграла, вот в чем дело. Ну, не сразу, но дошло. Ну, дошло, понятно. Ознакомились всякие педии, поняли, кто это. Наверное. Яна Чеботарев, юрист в нашей студии. Мы продолжаем, у нас остается три минуты до перерыва. Давайте мы все-таки начнем еще одну тему, а в перерыве как раз я посмотрю, все-таки есть спектакль или нет. Главному Кировскому и Яговисту назначили штраф полмиллиона рублей вместо отсидки. Ну, такой не совсем корректный заголовок, на репортере размещен. Коллеги вообще славятся, да, громкими заголовками. О чем идет речь? Ну, во-первых, надо напомнить, да, что организация, религиозная организация «Свидетели Ягова», она в России запрещена, насколько я помню, да. Речь идет о том, что руководитель организации в Кировской области Анатолий Токарев, ну, как я понимаю, по версии следствия, занимался распространением идеологии объединения в Кирове, организовывал с соблюдением конспирации, как пишет репортер. Распределением ролей участников встречи в квартирах, богослужения и чтения книг и песнопения, а также сбор пожертвований с участников. Поскольку организация запрещена, вот эти вот действия, как я понимаю, тоже под запретом, и, ну, судя по тому, что изначально была новость о, по-моему, трех там или трех с половиной годах, которые просил следствие, ну, чревато достаточно серьезно последствиями. Ну, честно, я не понимаю нашу власть, и для себя лично делаю вывод, что, ну, либо это просто абсолютно неумные шаги, которые наши власти когда-то совершили и в настоящий момент в тупом упрямстве не хотят признавать собственные ошибки, либо они пытаются просто популяризировать идеологию свидетелей. Почему? В России, да во всем мире гонимых всегда любят, всегда прислушиваются к ним. Для чего создавать орел мучеников для подобного рода вероучения? Я человек достаточно светский, но считаю, что любой гражданин вправе верить, исповедовать любую религию. У нас в Конституции, по-моему, написано ровно то же самое. Может быть, конечно, есть какая-то Конституция с грифом ДСП, не для всех, не знаком. Для служебного пользования? Ну, возможно, да. Но, тем не менее, решение суда по нашему согражданину, который был осужден к штрафу в 500 тысяч рублей, с одной стороны, я его, конечно, не понимаю, с другой, могу только приветствовать, что это нереальное лишение свободы, как христианцы, ну, 6 лет назначили реального лишения свободы. Если это действительно так, то могу спрогнозировать, что похожие приговоры будут вынесены в отношении остальных менее значимых участников вот этой запрещенной в России организации. Хотя, на мой взгляд, речь идет все-таки о том, что не членов какой-то конкретной организации преследуют, а сторонников конкретного вероучения, с которыми многие не согласны. Уходим на перерыв сейчас, юрист Яныч Батарев, и после перерыва вернемся. Особое мнение на 101FM В нашей студии юрист Яныч Батарев мы продолжаем обсуждать повестку нашу информационную. В перерыве посмотрела я все-таки расписание, афишу драматического театра, спектакль, в котором послужил одной из причин, как пишет организатор акции «Молитва памяти» Вадим Ананин, запрета этой акции сегодня, да, не согласование ее. Так вот, на сайте драматического театра указано, что первый спектакль там состоится 3 ноября. Это то, о чем я помнила, да, что вроде бы в драматическом театре как раз ковидный карантин. Поэтому не очень понятно вообще, на что ссылаются в таком случае городские власти. Хотелось бы понять, кто автор этого решения, которое было озвучено администрацией города Кирова, и понимает ли лицо, которое подписало этот документ, что его сотрудники его банально просто подставили, причем очень сильно. А может быть, речь все-таки не о действующем спектакле, а в принципе о том, что рядом с драматическими театрами нельзя проводить? Нет, но это не основание. В законе у нас нигде не написано, что рядом с драматическими театрами в тот период времени, когда там не идут никакие спектакли, нельзя проводить какие-то публичные мероприятия. Тем более, что место у памятника Шаляпина регулярно используется для различного рода общественных мероприятий. В общем, надо было коронавирусом прикрываться. Лучше бы, лучше бы, умнее было, во всяком случае. Поэтому выглядело бы более грамотно. Ладно, продолжаем. Еще про свидетелей Яговы. Я хотела вас спросить все-таки вот эту вот историю, про которую мы говорим, да, с запрещенной в России религиозной организацией. Насколько я понимаю, сейчас она вышла уже за пределы Российской Федерации. Вышло. Подано несколько заявлений в Европейский суд по правам человека, причем подано достаточно давно. ЕСПЧ славится своей нерасторопностью, аккуратностью. Основательным подходом. Основательным подходом, да. Очень правильное выражение. Но рано или поздно, я думаю, что подобного рода решение в любом случае состоится. А решение о чем? Решение будет очень простое. Я уверен, что ЕСПЧ, рассмотрев подобного рода жалобы, придет к выводу, что да, действительно нарушаются права граждан на свободу вероисповедания. Гарантированы и Европейской конвенцией по правам человека, и в том числе и Конституция Российской Федерации. А тот факт, что у нас в Конституции Российской Федерации теперь внесен приоритет нашего внутреннего права международного? А наше внутреннее право точно так же не запрещает верить хоть, извините, в Золотого Тельца, хоть Мамоне поклоняться, либо и Егове служить. Опять же, напомню для слушателей о том, что Верховный суд России, когда принимал решение о запрете конкретных организаций, свидетелей Еговы, в своем судебном акте указал о том, что это постановление не касается основ вероучения. И верить еговисты могут ровно во что они считают необходимым. У нас запрещенным является деятельность конкретных организаций, которые ликвидированы юридически. И я видел несколько судебных актов, и опять же, я не понимаю, каким образом делается вывод, какой-то здесь пробел в логике всегда прослеживается, что если человек, например, состоял членом конкретной религиозной организации по состоянию на 2001, например, год, и после ликвидации этой организации он продолжает осуществлять ту деятельность, которая присуща была этой религиозной организации, богослужебной, чтении Библии, распевание псалмов и прочее, прочее, то это приравнивается к деятельности той организации, которая была признана экстремисткой и ликвидирована. Ну, просто не понимаю. Если попытаться провести какие-то логические параллели, ну, опять же, ну, вот я юрист, я работаю директором конкретной юридической фирмы. Если я завтра ее ликвидирую, открою новую и буду продолжать заниматься юридической деятельностью, это что это будет? Продолжение жизни умершего юридического лица не знает современное право подобного рода логических построений просто. Умерла, значит, умерла. Поэтому я уверен, что ЕСПЧ скажет свое веское слово, а применительно к необязательности решения ЕСПЧ аккуратно с вами о ней не соглашусь. У нас, конечно, ныне действующая конституция вводит примат российского права над международным, чем я опять же не согласен. Но, тем не менее, Россия не может себе позволить не исполнять решения Европейского суда по правам человека. Последствия будут мгновенные в виде и исключения Российской Федерации из Совета Европы, и дополнительные санкции, и возможности, в том числе и финансовых претензий Совета Европы, применительно к даже обращению взыскания на имущество Российской Федерации, которое находится за пределами нашей Великой Родины. Ну, посмотрим, какое решение примет Европейский суд. Я бы хотела попросить вас прокомментировать еще историю с Никитой Юрьевичем. Никита Юрьевич был здесь два месяца в Кировском СИЗО, Никита Юрьевич Белых, я имею в виду, давал показания по делу Крика, в статусе свидетеля он давал показания, и вот был этапирован в конце прошлой недели обратно в Рязань, рассказал его адвокат Андрей Грохотов. Было сказано о том, что претензий следствия к Никите Белых не было высказано, он рассказал все, о чем его спрашивали, были проведены очные ставки, и Никита Белых благополучно уехал. При этом издание Ньюслер сообщает, что вроде бы Андрей Грохотов сказал, что Никита Белых вот сейчас, после возвращения из Кирова, будет просить о смягчении наказания. Ну, на самом деле, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс позволяет осужденному пользоваться своими правами и просить изменить вид исправительного учреждения, например, с колонии строгого режима на колонию общего режима, и с колонии общего режима на колонию поселения, просить по отбытию определенного срока наказания условно-досрочного освобождения, либо замены назначенного наказания на более легкое. Другой вопрос, что, ну, право-то такое, безусловно, у человека есть. А наступает оно когда? Через сколько? Отбыв одну четвертую часть назначенного наказания, Никита Юрьевич будет иметь возможность просить изменить вид исправительного учреждения. А то есть это он уже может просить, получается? Просить-то он может просто. Опять же, судебная практика говорит о чем? О том, что суды относятся к подобного рода просьбам достаточно внимательно, запрашиваются характеризующие осужденного материалы, изучается его поведение в исправительном учреждении за весь период отбывания наказания. И, насколько я помню, Никита Юрьевич имеет, ну, как минимум одно дисциплинарное взыскание, может быть, уже и несколько. Об этом писали в прессе, когда его из библиотекарей перевели в швейный цех на том основании, что в библиотеке якобы Никита Юрьевич оборудовал для себя комнатку отдыха, где и проводил значительное время в нарушении установленных правил внутреннего распорядка исправительного учреждения. Это, безусловно, наказание, это, безусловно, взыскание по срокам, насколько я понимаю, оно пока еще не погашено. Но даже если будет погашено, суд в любом случае будет учитывать о том, что поведение осужденного, который обращается с заявлением о какой-то льготе, о смягчении наказания, все-таки нестабильно. И, как правило, это всегда влечет отсутствие ходатайства со стороны администрации и противодействие прокуратуры в удовлетворении такого ходатайства. Суды, рассматривающие заявление осужденного, не очень любят противопоставлять себя администрации исправительного учреждения и, тем более, прокуратуре. Поэтому перспективы, на мой взгляд, весьма туманны. А просить об условно-досрочном освобождении Никита Белых сможет когда? Две трети срока, да? У него, да, у него особо тяж, да, две трети. Две трети срока, то есть еще не время получается. Пока время только для возможного смены учреждения, но вы говорите, что это маловероятно. Крайне маловероятно. С учетом того срока, который ему был отмерен, с учетом тех проблем, которые у него имели место быть в колонии, я бы, наверное, на месте адвокатов Никиты Юрьевича порекомендовал ему немножко подождать, заручиться парочкой благодарностей, снять ранее наложенное взыскание и обращаться в суд с подобного рода просьбами тогда, когда, ну, как минимум администрация колонии готова будет его поддержать и не будет формальных оснований для отказа в удовлетворении его просьбы. То есть непогашенных взысканий. У нас остается минута до конца эфира. Я бы еще, Ян Евгеньевич, попросила вас прокомментировать федеральную новость, которая пока ничем не подтверждена. Телеграм-канал «База» вчера разместил у себя некий документ за подписью министра здравоохранения «Мурашко», в котором говорится о том, что врачи, сотрудники государственных медицинских учреждений не могут озвучивать без согласования с пресс-службой федерального Минздрава любую информацию, касающуюся коронавируса. И у меня только один вопрос. Вот это зачем? То есть не создает ли это дополнительную нервозность? И второе, ведь это все-таки сокрытие социально важной информации. Ну, во-первых, насколько я понимаю ситуацию, по-моему, Минздрав уже подтвердил, что эта информация соответствует действительности. Во всяком случае, «Медуза» об этом пишет прямо, доверяю. Безусловно, это не умный шаг, если это правда. И так, извините, полнится слухами страна и город Киров о том, что статистические данные о заболевании, об объемах, масштабах заболеваемых коронавирусом далеки от истины. Могу вот из своей жизни пример привести. У меня относительно недавно заболела матушка, причем симптомы были очень похожи. на второй день удалось добиться, что ее посетил врач. Никаких мазков, никаких анализов у нее никто не брал, и выписали кучу антибиотиков. Сказали о том, что лечитесь, если через 10 дней будет хуже, вот тогда будем брать какие-то анализы. Слава Богу, что все более-менее закончилось нормально, во всяком случае человек восстанавливается. Я делаю для себя вывод о том, что подобного рода, безусловно, указания не комментировать, не давать никакой информации и так далее, во многом обусловлены желанием наших властей преуменьшить ту проблему, которую мы сейчас всей страной пытаемся решать. Я считаю о том, что цель только в этом и состоит. Чтобы люди не ударились, простите, в панику, поняв, что фактически действительно не все так у нас хорошо в здравоохранении, хотя эта информация преподносится достаточно публично, о недостатке койко-мест, о перебоях с поставками даже кислорода для больных. Это сообщение, да, из Омска была недавно новость о том, что медики привезли негоспитализированных пациентов в здравоохранение. В Минздраво местное. Да, да, да. Поэтому я считаю, что да, действительно здесь пытаются предотвратить несанкционированные утечки информации в публичное поле с тем, чтобы смягчить возможные претензии, которые могут быть учреждением и организациям здравоохранения и чиновникам, которые занимаются организацией здравоохранения на местах, быть предъявлены. Ян Чеботарев, юрист в нашей студии. К сожалению, время нашей программы заканчивается. Спасибо, Ян Евгеньевич. Спасибо вам. До свидания. Особое мнение на 101FM